Находимся мы сейчас в Сергиево-Посадском районе, это деревня Толстоухово, скорее даже небольшой дачный поселок. И вот здесь одна семейная пара всего проживает в это время, потому что дачники все, естественно, приезжают только летом. И именно эти люди и обнаружили вчера здесь такое стихийное кладбище домашних животных. Около 25 овец здесь лежало, причем были здесь и более взрослые особи, и также здесь лежали мешки, из которых торчали ноги совсем молоденьких ягнят. Вот, повторюсь, 25 особей. Утром их уже убрали, но мы можем видеть эту жуткую картину, несмотря на то, что все припорошило снежком. Здесь сейчас и следы крови мы можем видеть, и также какие-то фрагменты шерсти. Так вот, Ольга, вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, каким образом мы все-таки их обнаружили? Я так понимаю, что вы проезжали просто мимо и увидели прямо на дороге вот эти вот лапки, которые оторванные валялись. Да, абсолютно верно. Мы сначала увидели лапку, которая на дороге, потом увидели то, что из сугроба вот здесь вот прямо сверху лежит. Что-то. Мы сначала подумали, что это кабан, потому что у нас здесь заболуцкое охотничье хозяйство. Выйдя из машины, мы сразу поняли, что это лежат овцы. Овцы. Некоторые из них, значит, были как будто бы разделаны, с них срезано мясо было. Другие туши лежали просто. Вот здесь вот ближе лежали мешки, из которых торчали мешки, как из-под картошки, торчали из них, значит, лапки ягнят. Вот. Ну, я как понимаю, вы сразу же позвонили главе местного сельского поселения, что он вам ответил, обещал ли он вам помочь. Да. Сразу же тут же позвонила я главе поселения Силкова, значит, Фролову Александру Михайловичу, на что он повозмущался, поухол-пахол и сказал, я знаю, куда мне позвонить. И, значит, сегодня же очень быстро вывезут все эти трупы. На что мы согласились, значит, и далее уехали. Возвращаясь в 21 час, уже это было в 14.30, возвращаясь в 20 час домой, мы, значит, увидели, что трупы лежат далее. Никто их отсюда не убрал. Но ваше дальнейшее действие, насколько я знаю, что вы звонили просто 112 и вызывали сюда и МЧС, и полицию, и даже было здесь оцепление. Да. Мы позвонили, значит, 112, нас перевели в город Пересвет, на полицию, которой прикреплена наша деревня. Сюда приехал наряд полиции, значит, поставил, значит, заграждение, ленточки и остался здесь на ночь. Точно так же, когда мы уезжали утром, этот наряд здесь же и стоял. Ну, а кто их вообще увез? Насколько я знаю, вот, когда утилизируют подобные стихийные свалки домашних животных, обязательно должна приезжать ветеринарная служба и должна проводиться дезинфекция. Но, как мы можем наблюдать, и следы крови, и вот эта вся грязь, она осталась. То есть, судя по всему, дезинфекции никакой не было проведено. Кто овец-то в итоге забрал? Ведь служба или кто? В этот момент нас здесь не было. Мы уезжали по своим делам. Мы очень долго ждали. Значит, нам сказали, что санэпидемстанция сегодня не работает, так как суббота, воскресенье, выходной. Мы позвонили, опять же, в Пересвет. Нам сказали, перезвонить через час. Мы перезвонили. Я дозвонилась до начальника, читаю, потому что не запомнила, Артем Викторович Фомин, начальник УВД города Пересвета. На что он мне ответил, значит, то, что был главный ветврач Сергеева Посада, фамилию, имя, отчество он мне не назвал. Значит, был, опять же, глава поселения Фролов Александр Михайлович. И, то есть, при ветслужбе забрали. Но есть одно но. Почему я в этом сомневаюсь? Я буду звонить в санэпидемстанцию в понедельник, потому что на газели, на которой забирали овец, не было опознавательных знаков, что это санэпидемстанция. Вообще, очень просто. Можно подцепить какую-нибудь заразу. Очень просто. Еще сразу бросилось мне в глаза. Здесь, прямо на снегу, видны следы листов. То есть, понятно, что животные, выбегая из леса, приходили сюда полакомиться. И вот, как вы уже сказали, что с некоторых туш было срезано мясо. Срезано. Мясо именно с некоторых туш было срезано. Там было видно то, что срезано ножом. То есть, очень аккуратно, ровно. Нигде покусано лисами, нигде покусано бездомными собаками или поклевано. Очень много воронов здесь было черных. А именно срезано. Вот почему мы боимся, что, возможно, это мясо куда-то попадет. Хорошо. Вот в вашей версии, возможно, здесь есть какой-то крупный животноводческий комплекс. Кто вообще мог устроить здесь такую свалку? Это какие-то нерадивые фермеры. Кто это мог быть? У нас на данный момент в подозрении есть три адреса, которые будут предоставлены в город Пересвет именно начальнику УВД. Но это только подозрение, поэтому мы не можем сейчас это утверждать. Может быть, привезли раньше. Почему? Объясняю. Дорога неосвещаемая в деревню. То есть, и могли привезти, привезли однозначно ночью, не днем. И просто скинули здесь. Еще у меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, почему все-таки фермерам было проще их скинуть, скажем так, а не легальным каким-то путем утилизовать? Ведь это сейчас больший штраф, им придется платить. Если их найдут. Почему? Я думаю, потому что легче скинуть в какую-то глушь, что здесь никто не живет. Как вы правильно подметили, что здесь дачные участки. Чем нужно вызывать ветеринаров? От чего погибли эти животные? Почему они погибли? Возможно, там идет какая-то инфекция, зараза какая-то. Это раз. То есть, их сразу же могут прикрыть. И, во-вторых, о том, что любая утилизация тоже стоит денег. Ну, вообще, по закону, я напомню, вот таких вот падших домашних животных, парнокопытных, нужно утилизовать специальным путем. То есть, выкапывается специальная яма, туда они сбрасываются, и путем кремации их сжигают. Но сейчас, я надеюсь, уполномоченные органы будут разбираться. И хочу особо отметить, что, несмотря на то, что свалку здесь уже сейчас убрали, запах здесь, конечно, стоит жуткий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!